За первые шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли уже 25 тысяч человек. Во Владивостоке любой может проверить здоровье абсолютно бесплатно. А почему важно делать это вовремя, ответила терапевт Марина Лазарева. Диспансеризация, напомню, это комплексное обследование, направленное на ранее выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, хроническая обструктивная болезнь легких заболеваний почек и онкопатология. То есть те заболевания, которые являются причиной ранней инвалидности и смертности граждан Российской Федерации. Диспансеризация выявляет причины и факторы риска, которые приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям. Это выявлено вот за шесть месяцев. На первом месте стоит эта гиперлепидемия. То есть тот фактор риска, который приводит к развитию сердечно-сосудистой патологии. Низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, ожирение. Опять-таки это факторы риска сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, ожирение. И, конечно, курение. Один из важнейших факторов риска, который приводит к хронической обструктивной болезни легких. Основная цель диспансеризации – онкоскрининг. За шесть месяцев подлежало обследованию на различные виды онкозаболеваний 16 тысяч человек прошли. Из них 1300 с подозрением на злокачественное образование. Из этой цифры, из этой группы людей у 14 человек выявилось злокачественное образование. Это образование кожи, злокачественное образование кожи, это шейка матки, предстательная железа, молочные железы, заболевания кишечника. До 30 июня проходит акция на проверку репродуктивной системы для мужчин и женщин. Это мужчины и женщины с 18 до 49 лет. Поэтому диспансеризация им проводится. Также она идет в два этапа. Первый этап – это амностический, то есть выявление, да, скрининг, осмотр у мужчин – уролога, у женщин – гинеколога. И если выявлены какие-то изменения в тех же мазках, то идет второй этап – диспансеризация уже узкими специалистами, да, урологом и гинекологом. Диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике города с 8 до 20 часов. При себе нужно иметь только паспорт и полис. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.